После обработки 100% протоколов голоса избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы распределились так. На первом месте Александр Хинштейн почти 57%, второе место у Михаила Абдалкина 14,46%, Вадим Байков набрал 7,4%, Роман Синельников 6,45%, Александр Гусев чуть более 6%, Игорь Ермоленко 3,27%. По итогам выборной кампании ее победитель Александр Хинштейн провел сегодня пресс-конференцию. Явка по 158 округу составила чуть более 44% и стала самой высокой среди семи субъектов, где прошли выборы в Нижнюю палату парламента. А полученный им результат – второй показатель по России. Новый избранный депутат благодарил жителей за поддержку его нынешней работы в регионе и за высокую оценку предыдущей деятельности на посту парламентария от Самарской области. Вся выборная кампания, по словам Хинштейна, прошла без нарушений. Он намерен выполнить все взятые перед избирателями обязательства. Срок депутатских полномочий – три года. За это время Хинштейн попытается реализовать более 20 инициатив, в том числе тех, что вошли в муниципальные стратегии развития. Одной из первоочередных задач станет восстановление архитектурных памятников, объектов культуры и присвоение Самаре статуса исторического поселения. А проект восстановления здания фабрики кухни теперь открыл для Самары новые горизонты. Сейчас принято решение о размещении в здании фабрики части коллекции Третьяковки. Хинштейн подчеркнул, как депутат постарается сделать Самару культурной столицей Поволжья. Не только за счет новых фестивалей, уникальных и символичных арт-объектов, но и комплексного подхода. Буду максимально плотно работать с губернатором и ни в коей мере не вмешиваясь в работу исполнительной власти, стараться быть ему полезным в тех начинаниях, которые он делает, потому что вижу его стремление, его желание действительно кардинально изменить ситуацию в Самарской области и экономическую, и социальную, и вывести регион на новый этап развития. 73 честных процента лучше, чем 92 процента. И 57 честных процентов за депутата Госдумы лучше, чем 65 или 70.